Основные этапы развития двигателей военной и гражданской авиации можно характеризовать сменой поколения этих двигателей. Понятие поколения авиационных двигателей оказывается довольно устойчивым и характеризуется преимущественным назначением, типажом разрабатываемых деталей и уровнем параметров цикла, типами элементов, то есть компрессор, турбина и камеры сгорания, а также применяемыми материалами и технологическими приемами изготовления. Итак, первое поколение газотурбинных двигателей. К этому поколению относятся военные ТРД и ТРДФ, а также первые турбовинтовые двигатели с относительно низкими параметрами цикла. Для них разработаны методы конструирования и освоено производство центробежных и осевых одновальных компрессоров со степенью повышения давления от 3 до 5, а также неохлаждаемых турбин с температурой газа на входе от 1000 до 1150 кельбинов. В этих турбинах применены первые жиропрочные сплавы для лопаток. Основными материалами, используемыми в двигателях первого поколения, наряду с жиропрочными материалами, были сталь, алюминий и магний, так как дозвуковые скорости полета самолетов позволяли использовать легкие металлы. Второе поколение. Этот период характеризуется в основном экстенсивным развитием и резким возрастанием числа новых разработок, в результате которых созданы выдающиеся образцы двигателей, эксплуатируемые до настоящего времени. Наряду с двигателями для военной авиации появляются их модификации для гражданских самолетов. Тип двигателя в основном тот же, то есть ТРД, ТРДФ и ТВД. Компрессоры только осевые, одновальные, с регулируемыми направляющими аппаратами, или двухвальные, со степенью повышения от 7 до 13. Температура газа от 1150 до 1250 кельвинов. Турбины имеют неохлаждаемые рабочие лопатки и охлаждаемые сопловые лопатки. В конструкциях все шире применяются более совершенные жаропрочные сплавы и начинают использоваться титановые сплавы. В этом поколении появились выдающиеся технические решения для отечественных форсажных турреактивных двигателей широкомасштабного производства. Это применение первой сверхзвуковой ступени в осевом компрессоре двигателей РД-9Б, АЛ-7Ф1 и ВД-5 и 3 сверхзвуковых ступеней первого каскада компрессора двигателя Р11-300. Эти решения предвосхитили дальнейшую тенденцию развития газотурбинных двигателей по сокращению числа ступеней турбокомпрессора, особенно на фоне общепринятой мировой практики создания многоступенчатых компрессоров с низконапорными ступенями. Выдающееся достижение отечественного двигательстроения создание в 1954 году Николаем Дмитриевичем Кузнецовым самого мощного в истории авиации турбовинтового двигателя НК-12 с мощностью от 9300 до 10000 кВт, с дифференциальным редуктором и двухрядным винтом диаметром 5,6 метра. Двигатель успешно эксплуатируется и до настоящего времени. Второе поколение военных ЦРДФ форсажных турбореактивных двигателей связано с созданием первых серийных сверхзвуковых самолетов. Это двигатель РД-9Б для истребителей МиГ-19 и достижением сверхзвуковых скоростей полета третье поколение. Этот период характеризуется следующим. Создание ТРДД двухконтурных двигателей с малой или умеренной степенью двухконтурности, то есть от 0,3 до 2 для гражданских самолетов и дальнейшим развитием форсажных турбореактивных двигателей и появлением двухконтурных форсажных двигателей для сверхзвуковых пассажирских самолетов и как модификации для гражданских ТРДД. Для военных самолетов с внедрением внутреннего конвективного воздушного охлаждения рабочих лопаток турбин при повышении температуры газов до 1300-1450 К. Компрессоры в основном двухвальные, со степенью повышения давления от 14 до 20. При дальнейшем совершенствовании качества всех материалов в конструкции заметно возросла доля жаропрочных и титановых сплавов. В рамках третьего поколения были созданы форсажные ТРД широкого применения, например, Р-25300, Р-29300, АЛ-21Ф и другие. В этот период началось серийное производство первых турбовальных двигателей для вертолетов. Эти двигатели были выполнены по одновальной схеме турбокомпрессорной части. В этих турбовальных двигателях отсутствует редуктор винта. Редуктор там был отнесен к конструкции вертолета. Четвертое поколение газотурбинных двигателей. В этом поколении параллельно развивались новые звуковые двухконтурные двигатели с большой степенью двухконтурности, то есть от 4 до 6 для гражданских и военно-транспортных самолетов. И форсажные двухконтурные двигатели для военных сверхзвуковых самолетов различного назначения. Создан первый экспериментальный турбовинтовентиляторный двигатель GE36, это США. Степень повышения давления в двух- и трехвальных компрессорах возросла до 20-30 сверхзвуковых и до 30-40 в дозвуковых двухконтурных двигателях. Удельная весовая тяга застигла значение 8. Температура газа на входе в турбину увеличилась до 1500-1700 кельвинов, благодаря внедрению рабочих лопаток с конвективно-заградительным охлаждением, освоению производства дисков методом порошковой металлургии и тому подобного. При создании двигателей этого поколения остро встали проблемы сокращения числа ступеней лопаточных машин с целью уменьшения общего числа деталей двигателей, снижения его массы и затрат на производство и ремонт. Это потребовало интенсификации газодинамических процессов, решения проблемы совершенствования конструкционных материалов. Одновременно возросли требования к эффективности компрессоров и турбин, реализация которых стала возможной благодаря применению совершенных методов двух- и трехмерных расчетов на ЭВМ и новых методов физических экспериментов. Большое значение приобрел фактор малоразмерности лопаток, компрессоров и турбин как у мощных ТРДД, так и у современных турбовальных двигателей малой мощности. Возникла проблема контроля и регулирования радиальных зазоров в компрессорах и турбинах. Возросла роль высоконапорных центробежных компрессоров в двигателестроении. При этом значительно повысились требования к надежности, ресурсу и простоте обслуживания и ремонта, что в значительной степени обеспечивалось применением электронных цифровых систем автоматического регулирования и развитых бортовых систем диагностики. Турбовинтовые и турбовальные двигатели этого поколения разработаны по схеме с газогенератором и отдельной силовой турбиной для преобразования свободной энергии в механическую работу. При этом газогенератор может быть как одно- так и двухвальным. Схема с силовой турбиной обеспечивает более полное использование свободной энергии, улучшает согласование характеристик двигателя и воздушного винта и облегчает задачу пуска двигателя, особенно при двухвальном турбокомпрессоре. Однако несколько увеличивается время приемистости. Следует отметить, что двигатели с высокими параметрами в предшествующие годы создавались преимущественно для военной авиации, а затем на их основе разрабатывались двигатели для гражданских самолетов. Задачи создания эффективных дозвуковых двухконтурных двигателей гражданского применения и военных сверхзвуковых двухконтурных форсажных двигателей в этом поколении значительно разошлись. В первом случае обеспечение высоких степеней двухконтурности и повышение давления в компрессоре при достаточно высокой температуре газа, большой ресурс и высокие требования к безотказности. Во втором случае низкие и умеренные значения степени двухконтурности с акцентом на высокую температуру газа в целях повышения компактности двигателя и снижения его массы. В каждом из этих направлений двигатели четвертого поколения, как показала практика 80-90-х годов, имели большой научно-технический потенциал для дальнейшего модифицирования и развития. В результате эти двигатели существенно расширили временной интервал их использования. Вследствие высокого уровня технической сложности двигатели этого поколения могли быть созданы только в условиях наиболее развитого авиадвигателестроения. Двигатели пятого поколения. Эти двигатели имеют температуру газа перед турбиной от 1750 до 1900 кельвинов. Минимальное число ступеней и деталей. И отношение силы тяги к весу двигателя равном 10. Это в основном двухконтурные форсажные двигатели для военной авиации. В дозвуковой области скоростей доминируют двухконтурные двигатели при более умеренной температуре газа перед турбиной и степени повышения давления в компрессоре менее 50. Разрабатывается новая схема высокоэкономичных малошумных двухконтурных двигателей со сверхбольшой степенью двухконтурности, примерно равной 12, с редукторным и безредукторным приводом вентилятора. Большое значение в развитии ТРДД этого поколения имело широкое использование технических решений, опробированных в двигателях четвертого поколения. Одним из главных признаков новых разработок является существенное увеличение силы тяги от 200-270 до 500 килоньютонов при высоком уровне совершенства компрессоров и турбин и высокой безотказности, что необходимо для дальнемагистральных пассажирских самолетов, многие из которых двухдвигательные. Ведутся также разработки и турбовинтовентиляторных двигателей с движителем нового типа, открытым или закапотированным винтовентилятором, свойство которого позволяет рассчитывать на повышение экономичности, но требует всестороннего экспериментального обоснования. Характерным его признаком является низкая окружная скорость, реализуемая в традиционной одноступенчатой схеме или в схеме биротативного двухротерного вентилятора или винтовентилятора с противоположным вращением роторов. Примерами разработки турбовинтовентиляторных двигателей могут служить двигатель D27 с открытым винтовентилятором и двигатель НК-93 со сверхбольшой степенью двухконтурности, имеющей закапотированный двухротерный вентилятор. Совершенствование двигателей идет непрерывно. Вместе с тем, значительное изменение параметров рабочего процесса, методов проектирования и конструирования, применение новых материалов, а также технологии производства двигателей позволяют за определенный период времени создать двигатель существенно нового качества. Итак, мы сегодня с вами познакомились с историей развития авиационных двигателей, начиная от поршневых и заканчивая реактивными двигателями. Познакомились с основными тенденциями развития авиационных двигателей и познакомились с поколениями двигателей. Аминь Resunden Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...